В мире множество тайн, еще не разгаданных человеком. Одной из таких загадок является происхождение Патомского кратера на территории Иркутской области. 67 лет назад геолог Вадим Колпаков нашел большой известняковый курган в Сибирской тайге. Он выглядит совершенно инородным посреди хвойного леса и похож на большой конус с кратером на вершине, внутри которого есть небольшой холмик в центре. С момента открытия кратера появилось много теорий, поясняющих, откуда он мог взяться. Но ни одна из них еще не была доказана. Долгое время считалось, что это останки метеорита, упавшего когда-то на Землю. Были даже попытки связать его с Тунгусским метеоритом, который так и не был обнаружен. Но форма кратера говорит о том, что он не мог образоваться в результате падения небесного тела. Поэтому появилась другая теория. Может быть, это зарождающийся вулкан? Но геологам так и не удалось обнаружить в нем вулканические породы. Подсчитав кольца деревьев возле Патомского кратера, ученые определили его возраст — не более 250 лет. Известно, что деревья вокруг известнякового кургана демонстрируют ускоренный рост. Аналогично деревьям в лесах вокруг Чернобыля после атомной катастрофы. Это привело к появлению диких теорий о похороненном под курганом НЛО с ядерным топливом на борту. Но никаких фрагментов астероидов и металлов под кратером не было обнаружено. Глубокое зондирование почвы тоже не дало никаких результатов. Более поздние теории дали еще одно вероятное объяснение. Это газовый вулкан. Правда, не было обнаружено никаких признаков увеличенной концентрации каких-либо газов в кратере. Александр Поспеев, доктор геолога минералогических наук, сказал в одном из интервью. Даже сейчас происхождение кратера не объяснено, но мы можем с уверенностью сказать, что он имеет земное происхождение. Правда, откуда у него такая уверенность, он объяснить не смог. Как бы то ни было, но Патомский кратер давно известен на всю округу. У местных жителей, которые называют его «гнездо горного орла», существует множество легенд и преданий, связанных с этим местом. Рассказывают, что вблизи его у людей возникает необъяснимое чувство страха, печали или обреченности. Все, кто когда-то селился рядом с ним, в скором времени погибали, кончали жизнь самоубийством или были растерзаны медведями. Причем летом, что для этих животных абсолютно не свойственно. Несмотря на то, что было собрано огромное количество фактов, материалов и прочих сведений, которые могли бы пролить свет на происхождение Патомского кратера, история с ним только начинается. Возможно, что с течением лет геологи, антропологи и ученые из других областей смогут выяснить, как посреди глухой тайги появилось это чудо. Олеся Чернявская, Утренний коктейль.